Действительно, за последние десятилетия мы получили сверхглобализированный мир. Благодаря развитию телекоммуникации, транспорта, другим технологиям, сегодня фактически любая страна связана с любой. По желанию, при наличии такого желания, возможности есть. Что мы получили как результат? Мы получили то, что в результате этого сверхглобализированного мира потоки материальные и виртуальные стали сверхподвижными. Сегодня фактически нет государственных границ, они очень слабо препятствуют перемещению, допустим, миграционных потоков, слабо препятствуют перемещению финансовых потоков, еще меньше препятствуют перемещению информационных потоков. И можно бесконечно перечислять все эти потоки, и вот они фактически беспрепятственно по миру сегодня путешествуют с запада на восток, с севера на юг и так далее. Но при этом возникают некие центры притяжения тех или иных потоков, которые вызывают аккумуляцию, аккумулирование тех или иных ресурсов. Не случайно в Лондоне или в Нью-Йорке аккумулируются финансовые потоки, не случайно в иных местах аккумулируются миграционные потоки. В Китае аккумулируется, допустим, вернее, точка исхода потоков промышленных товаров из Китая и так далее. В этой ситуации возникает вопрос, а какие условия необходимы для того, чтобы вот такие центры притяжения, я подчеркиваю, это не те центры, которые сегодня мы имеем, которые перенапрягаются в лице Германии и Соединенных Штатов, это атовизмы прошлого века, а новые центры, центры глобализированного мира. Почему Лондон мы можем назвать финансовым центром, а почему мы Россию или Москву до сих пор не можем называть финансовым центром, хотя несколько лет назад это словосочетание было очень модным и интересным. И вообще, есть ли такая гипотеза, есть ли такие условия, которые бы способствовали тому, чтобы в России действительно сложился региональный, а может быть и глобальный финансовый центр? Так вот, на мой взгляд, проект евразийской интеграции и может послужить для России тем источником, который вызовет схождение многих потоков и создаст условия рождения в России сначала регионального, а потом и глобального финансового центра. Что я имею в виду? Посмотрите на карту Евразии, посмотрите на карту Евразии 21 века. По сути, это пересечение глобальных потоков север-юг, запад-восток. Сегодня, как мы говорим, 21 век – это век Азии. Сегодня Китай фактически является глобальной мировой фабрикой, фактически заполнившей мир товарами. И все эти товары идут из Китая, из Азии в Европу, как глобальный рынок сбыта. Посмотрите, что мы имеем по части транспортных магистралей. Прежде всего, это проект «Великого шелкового пути», который сегодня в ранге национального реализуется в Китайской Народной Республике. Буквально пройдет 10-20 лет, мы с вами сможем говорить о том, что Северный морской путь становится экономически эффективной транспортной артерией. Сегодня мы с вами говорим, что с возвращением Крыма в состав Российской Федерации появилась возможность перенаправить часть транспортных потоков не просто на рынок Западной Европы, но в том числе и на рынок Ближнего Востока, на рынок Северной Африки через Черноморские проливы и так далее. Сегодня фактически на пространстве Евразии, в центре которой находится Российская Федерация, сложились условия для зарождения нового центра, геополитического центра силы, так можно выразиться, условия для которых складываются как раз благодаря наличию вот этих множества транспортных потоков. И если сегодня Россия в рамках проекта евразийской интеграции сможет наладить координацию тех потоков, которые проходят через Евразию, а это и миграционные, и финансовые, и товарные потоки, то я считаю, что как раз это и будет условием, во-первых, стабилизации и внутреннего положения Российской Федерации, определение ее роли и места в 21 веке и, собственно, послужит основой для зарождения и укрепления в нашей стране, как я уже сказал, сначала регионального, а потом и глобального финансового центра.